В деревне Ветвине Гугдовского района Псковской области состоялся день памяти и скорби по погибшим героям Великой Отечественной войны. Панихиду совершили в храме апостолов Петра и Павла, расположенном на берегу Былинного Чудского озера. Ее возглавил настоятель церкви, протеерей Константин Подкорытов. В иминальном богослужении также приняли участие гости из Санкт-Петербурга, прихожане храма в честь святителя Василия Великого. Вместе со своим настоятелем, нашим коллегой и ведущим передачи «Лаврские встречи» священником Анатолием Першиным. Величественная белокаменная церковь в честь Петра и Павла расположена всего в нескольких метрах от бескрайнего Чудского озера. Здание храма построено в неорусском стиле с элементами псковского зодчества. Проект церкви выполнил один из известных архитекторов Санкт-Петербурга конца XIX – начала XX века Николай Никитич Никонов. В День памяти и скорби на панихиду по погибшим собралась немногочисленная паства церкви и гости из Санкт-Петербурга. Настоятель храма, отец Константин Подкорытов, возглавил поминальное богослужение, после чего обратился к присутствующим с пастерским словом. Печальная статистика этой войны. Кто-то посчитал, что если от всех воинов, кто погиб ради победы, положить рядами по семь человек, то как раз получится путь от Москвы до Берлина. Представляете, какой страшный путь проделает наша страна для того, чтобы вот эту победу получить. К счастью, живы те люди, которые войну помнят своими глазами. Лариса Сергеевна Титова в годы войны была в Ленинграде. Ее муж Евгений Михайлович Титов был партизаном в Ленинградской области. Они познакомились после войны и некоторое время спустя обвенчались в этом храме. А мы в блокаду жили в Ленинграде. Мама моя врач. Она, в общем, и больных принимала, и раненых перевязывала. Ну, как врач. Очень хорошая она врач была. Ее больные обожали. Ну, вот мы выжили. Ой, вообще, если рассказать, можно много что рассказать. Я и на пятачке была, на Ароненбаумском. Оттуда мы под обстрелом приехали в Ленинград. В завершении дня гостями Санкт-Петербурга, прихожанами храма в честь святителя Василия Великого, во главе со священником Анатолием Першиным, был организован вечер военной песни. Прозвучали всеми любимые «Темная ночь», «Катюша», «День победы». С день раз мы встречались в Сибири. Вот и сейчас надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь. И в этом узнаю со мной, ничего не случится.